Всем привет! В эфире программа для тех, кому все интересно. Программа «Что, откуда, почему» готова вас порадовать. И как всегда, сегодня нас и вас ждет три сюжета из мира интересного. После каникул прямо не терпится приступить к работе. Ой, работа – это когда снег лопатами убираешь вокруг дома. А вести передачу – это одно удовольствие, а точнее три. Анонс-шифровка Творец дендритов Иглу в Швеции Неведомо зверушка Ну вот, даже разминки никакой нет. Сразу сложный анонс. Ой, ну ничего. Зато быстрее придем в форму. А то за время каникул уже и думать разучиться. Дендриты – это… А что это? Ну, я не знаю. Но похоже на дендрарий или дендропарк. Он у нас в городе, кстати, есть. Это место, где вращивают разные растения. А дендриты – это, наверное, деревья. Скорее всего. Значит, Творец дендритов – это тот, кто их сажает. Или высаживает саженцы, агроном, может быть, садовод. Люблю зиму за ее узоры на окнах. Вам тоже нравится. В детстве я верила, что их рисует Дедушка Мороз. Пролетаем мы окон в оленье пряжки. Взмахнул посохом – и волшебство готово. Окна расписаны. Но сейчас-то я уже знаю, что это не так. Что Дед Мороз тут ни при чем. Что узоры на окнах – это природное явление. И все объясняется законами физики. Но физику я люблю. И потому с удовольствием поделюсь с вами своими знаниями. Узоры на окнах – это тот же иний, который мы не раз видели на деревьях и проводах. Способ образования у них совершенно одинаковый. Воздух охлаждается, и в нем снижается уровень влаги. А потому при нуле градусов на стекле образуются морозные узоры, а на ветках – иголки иния. Микрокапельки воды при замерзании превращаются в мельчайшие кристаллики льда. Научными словами – кристаллизуются. Но самое удивительное, что таким образом вода, минуя жидкую фазу, переходит из газообразного состояния в твердое. Вот это фокус. Но на стекле почему-то образуется совсем не иний, а вот такая необыкновенная красота. Чем это объяснить? Все зависит от вашего стекла. Ведь оно не совсем гладкое и, скорее всего, имеет царапины, а вдобавок покрыто пылью. На нее яседают кристаллики, накладываясь друг на друга. Но рисовать помогают и потоки воздуха, направляя кристаллике в ту или иную сторону. И в результате получаются удивительные и неповторимые узоры. Чаще всего они напоминают деревья, веточки, так называемые дендриты или трихиты. Дендриты – от греческого «дендрон» – дерево. Образуются они, если влажность воздуха повышена. А охлаждение стекла началось еще при плюсовой температуре, но потом она понизилась. В этом случае на стекле сначала образуется водяная пленка, которая при замерзании кристаллизуется в виде дендритов. Обычно в нижней части стекла под воздействием силы тяжести воды скапливается больше, и потому дендриты тут более крупные. А чем выше, тем они тоньше и мельче. Если же стекло при охлаждении увлажняется равномерно, покрываясь более-менее ровной пленкой воды, то ветки дендритов примерно одинаковы по величине по всей поверхности стекла. А в случае, когда на стекле есть царапины, на их острых краях образуется второй вид узора – трихиты. От греческого – волос. Сначала образуются узкие параллельные кристаллические полоски. Потом вырисовываются волокна, отходящие от основного стебля. Чаще всего и стебель, и волокна не прямые, а слегка изогнутые. На рисунок влияет и движение воздуха. В помещении двигаются люди, работает вытяжка, окна открываются для проветривания, есть щели в рамах. Сочетание всех этих факторов и формирует неповторимый морозный узор. Но если у вас окна из стеклопакетов, то волшебного узора зимой вы на них не увидите. Почему? Из-за отсутствия щелей. Но исправить ситуацию можно. Нет, портить окна мы не будем. Лучше возьмем в руки краски и кисточки, и сами распишем оконные стекла. Делать это стоит акварельными красками, или слегка разбавленной белой зубной пастой. И чудесные узоры на ваших окнах украсят зимний город и поднимут всем настроение. Но в первую очередь вам. А вот если сказать бабушке, что на окне появились какие-то дендриты, она, наверное, вызовет МЧС и даже СЭС. А я вот в интернете узнал, что дендриты – это не только кристаллы на окнах. Например, дендриты содержатся в батарейках. Собственно говоря, поэтому они и портятся. Также дендриты содержатся в нервной системе человека. А дендриты – это разветвленный отросток нейрона, который получает информацию через химические или электрические синапсы от аксонов, или дендритов и сомы других нейронов, и передает ее через электрический сигнал телу нейрона. Нейроны, аксоны… Для расшифровки этих слов нужно приглашать академика, наук. Ну, любопытные разберутся сами. Но главное, чтобы мы поняли, дендриты имеют форму дерева. Верно? Верно. Второй анонс? Иглу в Швеции. Иглу – это… Ну, этот дом такой изо льда, его строят северные народы. А разве в доме изо льда можно жить? Ну да. А я когда в детстве читала книжку про домик глубиной, домик ледяной, думала, что это фольклор, а это, оказывается, из жизни взяли. Ну, все равно, как можно жить в доме изо льда, я не понимаю. Можно, когда вокруг намного холоднее, то в таком домике уютном можно и согреться. Иглу в Швеции. Стоп, а разве в Швеции холодно? Не знаю, я там не был, но, насколько я знаю, в Скандинавии довольно-таки прохладный климат, особенно на севере региона. На дворе зима. В такую погоду так и хочется на мягком диване завернуться в уютный пледик с чашкой горячего чая. Но не всем. Кого-то тянет вот в такие своеобразные апартаменты. Ледяные отели можно встретить во многих странах мира – Норвегии, Финляндии, Румынии и Канаде. Правда, без термоса с горячим чаем тут никак не обойдешься. Но если серьезно, зачем нужен такой отель? Возможно, его придумал какой-то экономный предприниматель? Ведь на постройку, кроме снега и льда, никаких материалов не требуется. И топить не надо. Но раз такой отель существует, значит, это кому-нибудь нужно? Ну, конечно, на свете есть уйма людей, которым нравится такая холодная красота. Это настоящие фанаты холодного безмолвия. Невольно вспоминается сказка про снежную королеву. Таким, видимо, и был замок, в котором она прятала Кая. Здесь в полной мере раскрывается экзотика севера. Ледяные помосты, застеленные шкурами. Чем не кровать? Ледяная мебель, ледяные картины и статуи. Средняя температура в номере отеля Иглу около минус 4 градусов по Цельсию. Оформление Иглу очень скромное. Никаких телевизоров, радио и интернета. И тем более отопление. Но гостей от этого не меньше. Работают отели лишь на протяжении сезона холодов. А недолговечность придает им особый шарм и уникальность. Самым первым из подобных горячих местечек стал ледяной отель в Швеции. В деревеньке Юкас-Ярви. Все началось с выставки ледяных скульптур, организованной в 1989 году японскими художниками. А несколько туристов даже переночевали в выставочном зале. И стали первыми посетителями будущей гостиницы. Сегодня Ice Hotel это около 60 номеров из снега. А это 5,5 тысяч квадратных метров. И уже 25 лет над его возведением и неповторимыми интерьерами каждый год трудятся лучшие художники мира. На строительство ледяного замка ежегодно уходит тысяча тонн льда из реки Торн и 30 тысяч тонн так называемого Снайса. Смесь льда и снега, которая гарантирует основательность постройки. Номера в отеле разные. Это может быть как простая снежная комната, так и арт-номера, наполненные ледяными произведениями искусства в самых разных стилях. Для ценителей визуальных эффектов есть комната с северным сиянием, которая проецируется на ледяные стены. И, конечно, не обойтись без специальной подсветки, которая подчеркивает сияние льда. К своей работе скульпторы приступают в январе, учитывая последние веяния моды. Однако температура воздуха внутри помещения составляет от минус пяти до минус восьми градусов. К счастью, в отеле есть утренняя сауна и теплые спальные мешки. Но в наших краях даже на улице намного теплее, чем в этом ледяном отеле. Но спать на морозе никому и в голову не придет. И это понятно. Антураж не тот. Ай, теперь полчаса согреваться. От сюжета к сюжету мороз усиливается. Нос краснеет, руки коченеют. Сейчас нас погрузят в ледяную прорубь. Ай, рано еще. Положено 19 января на хрещение и то особо выносливо. Да, замерзшим до косточек людям надо показывать что-то теплое. Надо даже сказать жаркое. Шубу или кипяток. Или теплые края. По птичкам соскучился? По солнцу. Так, анонс какой? Неведомо зверушка. Ну, я подозреваю, что она живет в тропических лесах. Ученые сейчас такие настырные, что если зверушка рядом, то она уже всем известна и досконально изучена. Только в дебрях до нее не добраться. А наша программа добралась. Что за животное вы сейчас видите? Зебру? Не угадали. Лошадь? Тоже неправильно. А если я вам скажу, что это лесной жираф? Да-да, вы не ослышались. Увидеть Акапи вживую – задача не из простых. Кроме того, эти существа очень пугливые и скрытны. Так что постараться придется вдвойне. История открытия этих животных – одна из наиболее громких зоологических сенсаций прошлого века. Впервые о них узнали в 1890 году. А спустя 10 лет им дали официальное название – Акапи. Что в переводе с пигмейского языка означало «лесная лошадь». Но при чем тут жираф, спросите вы? Чулки-то в полоску, как у зебры. А вы присмотритесь повнимательнее. У Акапи вытянутая морда, имеются небольшие рожки и очень длинный синий язык. Почти 35 сантиметров. Как и жирафы, Акапи им ухаживают за собой. А еще сдирают им с деревьев листву. Правда, шеи им повезло меньше, а значит, приходится есть то, что растет пониже. Травы, папоротники, грибы и фрукты. Но Акапи этим витамином меню вполне доволен. На жирафа Акапи похожи и своей необычной походкой. Сначала передвигают две левых ноги, а потом две правых. И так по очереди. Еще одна черта сходства с жирафом. Акапи спят около двух часов в сутки. Но им хватает. Живут эти зебролошадки 20-30 лет. И по своей природе одиночки. Объединяются с сородичами лишь в сезон продолжения потомства, а еще для добычи пропитания в трудные периоды. Родня и в Африке родня. И накормит, и защитит. Основная проблема лесного жирафа – это огромный риск попасть в лапы своего главного врага – леопарда. А потому у Акапи хорошо развит слух. Это позволяет животному вовремя реагировать на приближающуюся опасность. При двух метрах в длину и полутора метрах в высоту вес Акапи может достигать аж 250 килограмм. Настоящий тяжеловес. Однако при встрече с человеком он тотчас убежит. Но не факт, что в другую сторону. Так что лучше быть на чеку. И вовремя свернуть с пути бегущего животного. Голосовых связок у Акапи нет. Звуки они издают за счет выдыхаемого воздуха. И умудряются общаться друг с другом очень деликатно. С помощью посвистывания, мычания и покашливания. В трехлетнем возрасте Акапи уходят от матери и живут самостоятельно. Хорошо, что рядышком. Все лесные лошади обитают исключительно в одном месте. На территории республики Конго. Селятся они поблизости от водоемов, в труднопроходимых тропических лесах, полных сочной зелени. Как видите, порой природа создает по-настоящему удивительных существ. И это одно из них. Кто бы мог подумать, что на протяжении многих веков Ати, как называли его местные, скрывался от взгляда всего мира. К сожалению, открытие имеет и негативные стороны. Из-за жестокости человека в настоящее время лесной жираф внесен в ряд животных, которые находятся под угрозой уничтожения. О, Капи? Впервые слышу о нем. Еще лет десять и все будут знать об этой зверушке. Конечно, дело тут не в дебрях, а в любознательности. При правильном подходе можно многое знать прямо сегодня. А что ты имеешь в виду? Ну, передачу нужно смотреть. Ну, ничего? Машу, конечно. Особенно, если ее ведут Даниил. И Рита. Тогда она еще интереснее. Не забудьте включать телевизор вовремя и скоро увидимся. До новых встреч! Пока!